Добрый вечер! Корреспонденты ОРТ Планета готовы рассказать о самых важных новостях дня в студии Алины Льбукаева. И сейчас коротко о некоторых темах этого выпуска. Новые решения областных парламентариев. Как изменится жизнь простых оренбуржцев. Купальный сезон только начался, а счет утонувших уже идет на десятки. Кто виноват? Сами люди или пляжи оказались не готовы к наплыву отдыхающих? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начальника регионального МЧС Петра Иванова не отстранили от должности. Областной суд отменил постановление Ленинского суда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областной суд отменил решение об отстранении от должности начальника регионального МЧС Петра Иванова. Напомним, главный спасатель области в апреле стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет выдвинул в адрес Иванова обвинение в халатности. 22 апреля в Ленинском районном суде решался вопрос об избрании Иванова мер пресечения на время следствия. Несмотря на то, что гособвинение настаивало на домашнем аресте, Иванова отпустили под залог в полмиллиона рублей. На слушании также было решено отстранить главного спасателя от должности. Не согласившись с решением Ленинского районного суда, адвокат Петра Иванова подал в его интересах апелляционную жалобу. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, Оренбургский областной суд в постановлении Ленинского районного суда города Оренбурга отменил, оставив без удовлетворения ходовательства следователя. Данные о том, что Иванов, оставаясь в занимаемой им должности, продолжат заниматься преступной деятельностью с использованием своего служебного положения, окажут влияние на ход расследования органами предварительного следствия, соответствующими доказательствами не были подтверждены. Печальная статистика пополнилась. Только за минувшие выходные на водоемах области утонули шесть человек. И в основном это молодые мужчины. Сегодня спасатели подвели неутешительный итог праздничных дней. И еще раз напомнили, чем может обернуться безответственное поведение на воде. Бугурусланские и Бузулукские районы, село Благословенко. География погибших на водоемах уже охватывает полобласти. А ведь пляжный сезон только-только начинается. И как говорят спасатели, причины трагедии в каждом случае одни и те же. И не меняются год от года. Основная причина – это нетрезвое состояние, переоценка своих сил, возможностей. И, конечно же, неорганизованный отдых, купание на водоемах, на необорудованные места. На официальных пляжах у нас спасатели дежурят однозначно. Допущены к этому, обучены к этому, имеющие соответствующие документы. Официально в области пока допущены 15 пляжей. И лишь здесь есть гарантия безопасного отдыха. Согласно статистике, на оборудованных местах еще не было несчастных случаев. К примеру, на Беловке в областном центре постоянно дежурят два спасателя. По словам старшего смены, их главная задача – даже не оказать помощь, а предупредить возможные ЧП. Время от времени проходим, с людьми беседуем, чтобы не заплывали там далеко, чтобы вода еще пока холодная. Постоянно следим. Вот у нас человек на вышке постоянно с биноклем, который смотрит, чтобы все происходило. Потому что кто-то позовет на помощь, а за кем-то все-таки надо присмотреть. Дети там выпившие ходят. Спасатель добавляет, что соблюдение простых правил позволит избежать беды. Не купаться в нетрезвом виде, отказаться от водных процедур при плохом самочувствии, внимательно следить за детьми и входить в водоемы в строго отведенных местах. В этом случае ваш летний отдых на воде не станет очередной графой в статистике происшествий. Александр Звежков, Роман Боричев. Новости дня. Опасность не только на воде, но и на суше. Самый высокий класс пожарной опасности объявлен в Оренбурге. На территории региона особый режим. Он начинается сегодня и продлится до 16 июня. В региональном МЧС обращаются ко всем оренбуржцам быть предельно осторожным с огнем. В чем причина крупного пожара в Орске, еще предстоит разобраться специалистам. Огонь вспыхнул в самом центре города. Загорелся дом на улице Суворова. Огонь охватил площадь 360 квадратных метров и повредил стены, перекрытия и кровлю здания. Распространению огня поспособствовали ветер и позднее тушение пожара. Работы на месте происшествия продолжались всю ночь. Здание практически полностью разрушено. В тушении огня принимали участие 6 боевых расчетов и 16 человек личного состава. Пожар удалось полностью ликвидировать спустя 2,5 часа. Жертв и пострадавших нет. Известно, что здание было нежилым. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Еще одно ЧП за минувшие праздники произошло на дороге. Трагедия в Красногвардейском районе. Она унесла жизнь двоих подростков. Все случилось 12 июня. Водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов. В результате ДТП 17-летний пешеход скончался на месте. Еще одного юношу доставили в больницу, но спасти не смогли. По факту аварии возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, виновник смертельного ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. И к новостям о разрушенном доме на улице Алтайской областного центра. Скончался еще один человек. 80-летняя женщина умерла в больнице. Напомним, пенсионерка была инвалидом и одна находилась в запертой квартире. Поэтому эвакуировать ее удалось лишь на следующий день после ЧП – 7 июня. Женщину сразу же доставили в больницу, но спасти ее не удалось. По некоторым данным, у пенсионерки имелся ряд хронических заболеваний. Следователям предстоит выяснить, связана ли смерть женщины со взрывом. Всего в результате происшествия пострадали 4 человека. Хозяин злополучной квартиры через несколько дней скончался от ожогов. Двое были госпитализированы в больницу имени Пирогова. Еще один мужчина получил помощь медиков на месте. Печальная весть пришла сегодня из Израиля. В одной из местных клиник при подготовке к операции скоропостижно скончался Леонид Яблонский. Доктор исторических наук, профессор. Долгие годы он возглавлял отдел скифосарматской археологии Российской академии наук. Леонид Теодорович Яблонский был одним из ведущих ученых страны и мира, изучавших историю древних сарматских племен. Начиная с 1991 года, археологические экспедиции под его руководством исследовали на территории Оренбуржии десятки памятников эпохи раннего Железного века. Особенно известны результаты раскопок филипповских курганов в Элегском районе. Они принесли множество находок сарматского времени, которые являются основой экспозиции областного губернаторского краеведческого музея. Это оружие, предметы быта, украшения из золота. По оценкам специалистов, эта коллекция является уникальной. Аналогов ей в мире буквально единицы. Месяц тому назад Леонид Яблонский был в числе организаторов научной конференции. Она прошла в областном центре и была посвящена вопросам сарматской археологии. Вот фрагмент его последнего интервью, данного нашей телекомпании. Ученый говорил о планах дальнейшей работы в Оренбуржье. Основная задача сейчас вот этот материал обрабатывать и публиковать. Ну и, конечно же, новые раскопки, поскольку это будет возможно. Леониду Теодоровичу Яблонскому было 65 лет. До своего очередного дня рождения он не дожил 24 дня. Соболезнования родным и близким покойного, а также коллективу Института археологии РАН, выразил губернатор и правительство Оренбургской области. Продолжаем выпуск. Сегодня определилась дата выборов в Законодательное собрание области. Они пройдут в сентябре. О том, какие еще решения приняли оренбургские депутаты, в материале нашего корреспондента Виталия Дерябина. Юбилейное 50-е заседание Законодательного собрания 5-го созыва определило дату выборов следующего состава областного парламента. По идее, эта процедура чисто формальная, и день выборов известен давно, 18 сентября. Но по существующему порядку это должно быть закреплено отдельным постановлением Законодательного собрания. На принятие этого решения понадобилось меньше минуты. Вопросов нет, замечаний тоже, голосование единогласное. Депутаты бодро шли по повестке дня, рассмотрев за полтора часа полтора десятка законопроектов. Впрочем, среди них были и те, обсуждение которых парой минут не ограничилось. Расчет налога на недвижимость по кадастровой оценке вступит в силу с 1 января будущего года. Однако времена нынче непростые, надо еще год подождать, потому что люди с низкими доходами новых налогов не потянут. Предложение о переносе инициирует оппозиция. В первую очередь это коснется особенно тех, которые проживают сегодня в ветхом жилье, они это почувствуют, у них инвентаризационная оценка намного ниже кадастровой. Предлагаем, в связи с тем, что это коснется особенно социально незащищенных слоев населения, предлагаем поддержать наш законопроект. Не поддержали. Мотивация, дольше ждем, меньше времени на исправление ошибок. Регионы, которые вступили на этот путь раньше, шишек, конечно, набили, зато теперь знают, как и налог собрать, и народ не обидеть. Главное провести справедливую кадастровую оценку. Если это будет предметно, по каждому дому, по каждому квартире и так далее делается, то я думаю, что больших вопросов не будет. Но вы представляете, какой это массив. Чем раньше начнем, я еще думаю, что более качественно это получится. В будущем году оренбуржцы получат пробные квитанции из налоговой. По идее, они должны приучить к новой сумме. А у несогласных останется время ее протестовать. По-настоящему налог за 2017 год начнут собирать только в 2018. Виталий Дерябин, Виктор Яковлев, Новости дня. А сейчас короткая реклама, после которой мы расскажем, как прошел в Оренбурге День независимости России. Не переключайтесь. В минувшие выходные наша страна праздновала День независимости России. В Оренбурге работали десятки площадок. Но самое масштабное торжество прошло на набережной в областном центре. В унисон с артистами гимн России поют и оренбуржцы. В этот день на набережной Урала собрались сотни горожан, чтобы поздравить страну днем рождения. 12 июня Россия, помимо независимости, обрела еще и первопрезидента. В этот день, в 1991 году, прошли первые в истории страны народные выборы. День России – праздник сравнительно молодой, но уже прижился в народе. Ведь это еще один повод показать, что вместе мы – сила, независимо от возраста и национальности. Чтобы мы жили каждый год все лучше и лучше. Самое главное – мира. Я верю, что в России все будет хорошо. Хотя все идет очень трудно. Много у нас, так сказать, нюансов. Я России прежде всего желаю, чтобы она жила спокойно и мирно. Чтобы было у всех мирное небо над головой. Неизведанные планеты, фантастические аппараты и портреты лучших космонавтов. В Бузулуке прошел конкурс детских рисунков. Тематическая выставка развернулась у бюста летчика-космонавта Юрия Романенко. Наградить победителей приехал его сын Роман Романенко. На несколько часов персонажи мультфильма «Маша и Медведь» – проводники в мир космоса. Вместе с Бузулукской детворой они танцуют, играют и совершают увлекательное путешествие на Луну, где их ждут загадки и творческие испытания. А на соседней площадке во всю аллею растянулся космический баннер. На нем представлены рисунки более 70 участников конкурса «Хочу стать космонавтом». В своих работах они изобразили ракеты, вымышленные реалистичные планеты галактики. «Рисунки Земля, звезды, ракеты и внутри космонавт». «Сам рисовал или брат помогал?» «Помогал». Все работы удивляют и композицией, и яркими красками. За участие и победу юным художникам памятные подарки. Но главный сюрприз – встреча с космонавтом Романом Романенко. Сюжеты рисунков оживают из уст космонавта. Здесь и первый полет в космос, и вид Земли из иллюминатора. «Сейчас наступает такой момент для современного поколения детей, что они начинают опять думать об этом, о космосе. Это очень здорово, потому что мы потеряли целых несколько поколений тех людей, которые мечтали быть банкирами, финансистами и так далее. Сейчас возрождается, это опять патриотизм растет. Поэтому я надеюсь, что и ни один человек отсюда будет писать заявление в отряд космонавтов». В завершении встречи фото на память. И, конечно же, легендарный автограф героя России. Зиляра Абусева при поддержке Бузулук ТВ. Новости дня. К акции «Спасибо, донор» присоединились и сотрудники общества «Газпромдобыча Оренбург». Традиция донорства зародилась у газовиков еще в 70-е годы прошлого века. Теперь каждый год сотрудники предприятия сдают до 500 литров крови. 40 сотрудников общества «Газпромдобыча Оренбург» сегодня собрались на станции переливания крови. Антон Декке кровь сдает каждые два месяца. Сегодня 26-й раз. «Помогаю людям, кому нужна кровь. По вызову всегда приезжаю, никогда не отказываю». На предприятии трудится более 300 постоянных доноров. Каждый 30-й из них почетный. Благодаря их стараниям банк крови ежегодно пополняется на 500 литров. Последние несколько лет, как отмечают специалисты, донорство помолодело. В основном это люди в возрасте до 35 лет. Нашими донорами становятся молодые, энергичные, ведущие здоровый образ жизни. Люди с жизненной позицией такой активной. И, наверное, от них отличаются работники «Газпромдобыча Оренбург». И они тоже давно мы сотрудничаем с данным предприятием. И непосредственно они всегда откликаются и принимают активное участие в донорском движении. «Газовики» принимают участие в акции «Спасибо, донор» и в центре города. Сдать кровь в мобильном пункте для многих удобнее. Михаил всегда готов помочь тем, кто нуждается в переливании. Сегодня в кресле донора он 28-й раз. «Один из работников нашей организации. Ему необходима была помощь в результате серьезной травмы. Мы ее оказали. Но в моральном, эмоциональном подъем ощущаем. Радость за тот момент, что я могу кому-то помочь в своей сдаче крови. Потому что в России приблизительно около 40 тысяч человек спасают переливанием крови». В большинстве случаев доноры даже не знают, кому именно помогла их кровь. Совместная акция «Газовиков» и областной станции переливания крови – это акция «Милосердие». Добровольная, безвозмездная и такая необходимая сотням пациентов. Инна Маркелова, Роман Боричев. Новости дня. Легендарный ансамбль Игоря Моисеева на оренбургской сцене. Впервые за 20 лет оренбуржцы вновь смогли увидеть постановки знаменитого хореографа. Среди зрителей были и мои коллеги. О самобытности народного танца в материале Натальи Мороз. Сюита старинных русских танцев. Первая постановка Игоря Моисеева в ансамбле – первая в концертной программе, номер, которому больше 70 лет, пользуется большим успехом у публики и сегодня. А сложная техника, пластичность и темперамент артистов выдает школу великого балетмейстера. Закружить оренбуржцев в калейдоскопе танца не помешала даже небольшая сцена филармонии. Обычно мы работаем на площадках побольше, но в принципе мы всегда адаптируемся к месту, на котором мы выступаем. Здесь мы первый раз, здесь все будет хорошо. Все должны уметь делать все. Так при жизни повторял великий хореограф Игорь Моисеев. Не дожив всего несколько месяцев до своего 102-летия. За его плечами более 300 постановок и в каждой история народа в танце. Вообще все, что он поставил, очень сложно. Даже простой русский ход по сцене, вот это может быть наиболее сложным. Потому что его нужно делать идеально. То есть танцевать музыку, не в музыку, а музыку. А это очень сложно. Ансамбль Моисеева давно стал визитной карточкой России. За рубежом о нем узнали еще в военные годы. Первая поездка в Финляндию была в 1945 году. С тех пор моисеевцы колесят по России и за рубежом. За рекордное количество гастролей ансамбль даже занесен в российскую книгу рекордов Гиннесса. Помимо того, что это одно из ярчайших событий в культурном календаре нашей области, есть еще совершенно практические вещи. Сегодня в зале будут преподаватели и учащиеся этих школ. Вот для них это не просто праздник души, это еще и возможность просто увидеть метров этого направления. Здесь у себя не уезжая из дома. Поэтому пустых мест в концертном зале и филармонии нет. Ведь эту встречу оренбургцы очень ждали. Мы рады, естественно, что сегодня мы будем смотреть и наслаждаться искусством танца. Очень много коллективов приезжало. Но этот коллектив на высоте, на такой высоте. И чтобы увидеть это искусство, это искусство в квадрате. Поэтому мы так рады, что наконец-то мы увидели здесь в Оренбурге. Встреча с таким коллективом – это праздник в Кубе, это счастье. В следующем году ансамбль отметит юбилей – 80 лет. Руководитель обещает выступление труппы в новом амплуа и обязательно новой встрече с оренбургцами. Наталья Мороз и Игорь Бероев, Новости дня. Сотрудники пресс-службы МВД отмечали свой профессиональный праздник. Наши коллеги провели его на полигоне. Там они соревновались в точности стрельбы с пистолета Макарова. Выяснилось, что сотрудники пресс-службы не только словом могут попасть в цель, но и пулей. Заряжай огонь! Пресс-служба, она формирует имидж органов внутренних дел. Поэтому, безусловно, этот праздник для нас очень важный. Многое сделано. Действительно, полиция стала открытой. И, наверное, это отмечают не только журналисты, это отмечают и жители Оренбуржья. На мероприятии сотрудники ОМОН организовали выставку оружия и техники, а также показали свое умение обращения с ним. Бойцы СОБРа провели захват условных преступников, скрывающихся в здании. Главный полицейский области Михаил Давыдов отметил, что пресс-служба МВД нашего региона считается одной из лучших в стране. Особо отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды. Легкоатлетический турнир «Дидуровская высота» состоялся в Оренбургском районе. Около ста спортсменов из различных регионов нашей страны приняли участие в состязании. Генеральным спонсором традиционно выступило общество «Газпром добыча Оренбург». Дидуровская высота – наши фирменные соревнования. Модернизированный прыжковый сектор, отвечающий всем современным стандартам, способствует высоким результатам. Из года в год в небольшое Оренбургское село съезжаются лучшие прыгуны из Самарской, Свердловской, Челябинской областей, Башкортостана и Москвы. Планировали, что в этом году эти соревнования примут международный уровень, но, к сожалению, эти скандалы, которые разразились вокруг российского спорта, не позволили сегодня многим именитым спортсменам из стран Европы и СНГ приехать на эти мероприятия. Соревнования проходят по шести возрастным категориям – от самых юных спортсменов до ветеранов. Общество «Газпром добычи Оренбург» построило этот прыжковый сектор в 2007 году. В 2013 он был реконструирован, в том же году включен в общероссийский легкотлетический календарь, а сейчас проводился в 13-й раз. Несмотря на свою веру, число 13, тем не менее и для Титуровки, и для нашего общества «Газпром добычи Оренбург» – 13 число счастливое. Поэтому я уверен, что этот турнир пройдет удачно, так же, как и все предыдущие. Организаторы продолжают практику приглашения на турнир звезд экстракласса. К нам приезжали олимпийский чемпион Андрей Сельнов, чемпионы Европы Сергей Мудров и Александр Шустав, победители юношеских олимпийских игр Данил Лысенко. В этот раз главной звездой соревнований стала двукратная чемпионка мира Мария Кучина. Она показала идеальную технику выполнения прыжков и один из лучших результатов сезона в мире – метр девяносто пять. Дидоровский турнир стал важным этапом ее подготовки к олимпийским играм. Сегодня я довольна, и самочувствие хорошее. Результат достаточно достойный, поэтому в целом, да, все хорошо. Все очень здорово, по-домашнему, мне очень нравится. Может быть, я надеюсь, будем еще участвовать в следующих турнирах. Как уже стало обычным, обновились рекорды сектора, например, в юношеской категории и среди ветеранов. Также, как обычно, соревнования у девушек выиграла главная звезда Дидуровки Екатерина Приходкова. Турнир в очередной раз удался, и теперь ждем 14-ю Дидуровскую высоту. Анатолий Юденич, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. На этом у нас все. Следите за новостями дня на ОРТ Планета, а также на нашем официальном сайте media56.ru. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин